Кировские льготники смогут оплачивать проезд банковской карты, а вывести лес из региона в обход закона больше не получится. В правительстве области разрабатывают два новых проекта. Подробнее о них поговорим с нашим гостем. У нас в студии министр информационных технологий связи Кировской области Юрий Палех. Здравствуйте. Добрый вечер. Юрий Иванович, расскажите подробнее про эти проекты, про первый льготный проезд, что это такое, как это будет работать. На самом деле очень интересный проект. Именно в такой схеме реализации, как делаем его мы, он реализуется впервые в стране. Такой пилотной истории оказания в проактивном режиме, то есть в автоматическом режиме предоставления права льготного проезда в общественном транспорте. Когда мы по обычной, самой стандартной банковской карте будем сами определять, является ли человек, держатель этой карты льготником или нет. И будем давать банку правильную команду на списание сразу верной суммы. Не полной стоимости проезда, а сразу с учетом скидки. При этом эта банковская карта, здесь наш проект не стоит путать с теми реализованными уже по стране проектами, когда выпускается какая-то социальная карта жителя города. И он таких примеров очень много. Это когда человек идет в МФЦ, получается справка о подтверждении льготы, потом с этой справкой идет какой-то банк или какую-то организацию. У нас в Кирове это уже аналогичная история работает. И уже эту справку обменивает на или транспортную карту, или банковскую карту, специально выпущенную. В нашем случае человеку не нужно будет ничего перевыпускать. Ему достаточно подтвердить свое право. Банка сказать, что он не хочет. Вообще никуда не нужно ходить. Человека сегодня есть в кармане банковская карта. Дальше пусть сервисы сами разбираются и сами под него подстраиваются. У него есть обычная банковская карта. Как только он становится льготником, достаточно подтвердить согласие обработки персональных данных. В момент получения права на льготы этот процесс будет происходить. Таким образом, тот самый последний шаг, когда нужно пойти справку обменять на какую-то льготную карту, он просто в Кировской области прекратит свое существование. То есть в автобусе будет один единственный терминал, которым сейчас пользуются. И нужно будет просто, как обычно, прикладывать карту и будет само списываться льготник или не льготник. Преимущество данной реализации заключается в том, что саму инфраструктуру на общественном транспорте, именно под наш проект заменять и как-то обновлять совершенно не требуется. Наш проект встраивается уже в существующую схему взаимодействия. И мы дорабатываем взаимодействие не с конкретным, с каждым перевозчиком, с каждым валидатором в автобусе, как в случае, например, с социальными банковскими картами, а мы дорабатываем сервис предпроцессинга банка. Банк, прежде чем получит, получив команду на списание полной стоимости суммы проезда, сначала у региональной платформы спросит, а не является ли случайно держатель этой карты льготником. Если является, мы сообщаем ему размер льготы. Если не является, мы сообщаем, что скидка равна 0 рублей, и банк спишет ту сумму, которую ожидал перевозчик получить. В случае, если региональная платформа отвечает, что держатель карты является льготником, мы вместе с этим ответом будем отправлять в банк, какой размер льготы, суммы, процент скидки полагается конкретному пассажиру. И банк будет списывать уже не 22 рубля, а 17 или 0 в зависимости от льготы сразу. Понятно. А что касается мониторинга лесов, что это такое? На самом деле, эта тема очень интересная. Кировская область вошла в число пилотных регионов. Сейчас на федеральном уровне принято решение переводить сопроводительные документы, с которыми путешествуют лесовозы. Они сейчас на бумажном носителе, и обязательства переводить их в электронный вид на федеральном законодательстве не существует. Это только добровольная основа. Сейчас принято решение переводить такие документы сопроводительные, с бумажного, только в электронный носитель. И сейчас выбрано 4 пилотных субъекта, в русской области их число включено, где опробироваться будут технологии, где будут разрабатываться способы перевода в электронный вид. А у нас есть такая система ГИС-Лес, там ведь тоже как-то мониторится. Это ее доработка или это что-то отдельное? ГИС-Лес — это геоинформационная система, это витрина данных, которая в нашей лесной отрасли происходит. То есть сама по себе ГИС-Лес — это просто витрина. То есть там информация, а здесь прямо отслеживается. А сам процессинг, он будет внутри, за уже ГИС-Лесом. То есть мы будем реализовывать... Мы считаем, что перевод в электронный вид, вот справедливые документы на бумажном носителе в электронный вид, это неправильно. Нужно переводить не документы в электронный вид, а переводить сведения, содержащиеся в документы, в электронную форму. И сам электронный носитель, будь то какая-то магнитная карта, RFID-метка, это совершенно неправильно, потому что это возлагает дополнительные сдержки на самих лесопользователей, потому что нужно еще купить устройства, которые их программируют и так далее. Мы считаем, что необходимо напрямую в федеральную информационную систему Лес ЕГАИС передавать сведения, прямо в режиме онлайн передавать сведения и создавать региональную платформу, которая будет дублировать федеральную, а по такому пути некоторые другие регионы пошли, вот вошедшие в число пилотов. Мы считаем, что это неправильно, и расходовать бюджетные средства это не нужно. И при нашей реализации мы получаем прозрачный механизм, который нельзя подделать, ведь электронный носитель тоже можно подделывать. К сожалению, вынуждены вас прервать, потому что время у нас заканчивается, можно в двух словах, когда это начнет работать. Мы до конца этого года планируем опробировать наш проект, вынести на суд федерального Рослесхоза, если наш проект будет поддержан в его реализации, он будет масштабироваться на всю страну со следующего года. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. С вами прощаемся и продолжаем. Спасибо.